Привет, друзья! Очередная распаковка у окна. Смартфон, который я купил на Алиэкспресс, вернитор Е, должен быть черного цвета, в магазине Black Peach, черного персика. Вот так вот маркировали посылку. Посылка пришла, сингапурская почта была отправлена, и довольно быстро пришла в Казахстан. Там, где купить, где сейчас более актуальные цены, полные технические характеристики аппарата. Ребята, в описании под данным видео, когда меня спрашивают, почему там мало технических характеристик и всего такого, вот, ребят, это не техноблог, и об этом написано, в принципе, в шапке канала. Это мои личные впечатления о смартфонах, в том числе и китайских, личный опыт использования, только, только пользовательские обзоры, никаких, никаких, никаких технических деталей, упора на троттлинг и что-то вот такое вот здесь вы не увидите, потому что я всегда рассматриваю смартфоны с точки зрения обычного пользователя, не техногика. Смартфон китайский, чтобы привлечь внимание, должен иметь какие-то фишки, обязательно, особенно бюджетник. Уже недостаточно просто какого-то интересного внешнего вида, уже должно быть что-то особенное, что-то необычное. Этот смартфон, первый смартфон от компании Верни, который привлек мое внимание. Итак, ребят, тот самый процессор, просто который никак не сойдет со сцены, но тем не менее, раз его ставят, значит, в принципе, неплохо, неплохо справляется со своими обязанностями, так сказать. МТК-6753, восьмиядерный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной, с возможностью расширения карточками памяти до 128 гигабайт. Он цел технологии изготовления экрана, то есть без воздушной прослойки, экран должен быть неплохой, 5 дюймов, HD разрешение, и это нормально. Поддержка, естественно, 4G, Android 7.0 из коробки, 13 мегапикселей, основная камера с интерполяцией, и быстрое зарядное устройство. И вот фишка, одна из фишек данного устройства, емкий аккумулятор на 5020 мАч, по заверению производителя. Но, судя, уже есть реально получивший данный аппарат люди, ого, как он легкий, для 5000-той тонкий. Интересно. Так вот, судя по различным замерам, емкость все-таки не соответствует 5000 мАч, 4,5 мАч, не более, но это мы проверим. USB, micro USB, вот такая вот скрепочка для извлечения лотка, сим-карт, и зарядное устройство, брендированное, как вы видите, верни, так называемое умное зарядное устройство, 12 вольт, полтора ампера, это максимальное значение, которое оно способно выдавать. Поддерживает, видимо, смартфон быструю зарядку, но я проверю, протестирую, и потом расскажу. К сожалению, мой тестер не способен вот такие вот зарядные устройства измерять, да, вот этот USB доктор. Я заказал другое, которое может это делать, но, к сожалению, он пока не пришло, и обычным стресс-тестом мы все это дело, ребят, проверим, и вам о нем расскажем. Так, убираем коробочку и приступаем к осмотру смартфона. Слушайте, он реально очень легкий. 5000 батарея. Я с таким встречался, когда на 4000 батарея была на Redmi 3S, там реально была батарея на 4000, время автономной работы было шикарное просто, и смартфон был невероятно легкий. Вот здесь такая же история, 5 дюймов. Это, мне кажется, очень хорошо. Вот так он выглядит. Сейчас мы все эти пленки снимем. Сверху видите разъем под наушники, проводную гарнитуру. Слева находится специальная кнопка, о ней чуть попозже, и слот для сим-карт. Тоже сейчас посмотрим. Снизу микрофон, вход для microUSB. Справа находится кнопка питания и регулировки громкости. Вот такая вот стеклянная планочка здесь есть. Декоративные функции, скорее всего, она исполняет. Не буду говорить, на что это похоже. Я думаю, вы сами можете это узнать, или вам кто-то скажет другое. Зачем повторяться? Взвесим смартфон. 164 грамма вес данного устройства. Так, давайте снимем все пленки. Все смартфоны, я думаю, друг на друга чем-то похожи. Есть ли защитная пленка или нет, не знаю, ребят. Может быть, и не надо было снимать. Нет, здесь есть защитная пленка, но она, правда, очень, по-моему, не очень хорошего качества. Очень такая вот матовая. Решетка не утоплена, мне это нравится. Датчики, фронтальная камера. Очень хорошо наклеена. Пленка на экран. Вот эта вот защитная пленка наклеена хорошо, без подсветки. Здесь нет изображений графических. Не знаю, как вот показать. Да, вот так вот видно. Кнопка домой и две точки. Одна из них назад, одна меню. Сейчас запустим смартфон и уже посмотрим поподробнее на это дело. Так, ну, снимем теперь вот эту вот пленочку. Здесь указано, кстати, видите, сим-карты, что комбинированный слот. Сфокусируюсь. Вот так вот, видите. То есть, либо две сим-карты, либо одна карта сим и карта памяти формата microSD. Вот так вот выглядит все это. И выглядит, надо сказать, симпатично. Брошет называется. То есть, как будто грубо отшлифованный металл. Это металлическая часть, вот это пластик. Вот это вот тоже, по-моему, металл, но очень такой своеобразный. На пластик немножко похоже. Нет никакого скругления 2,5D. То есть, если купите какое-нибудь хорошее стекло, отлично ляжет здесь стекло. И можно будет защитным стеклом, а не с пленкой это дело использовать. Мне нравятся вот такие вот плоские экраны. Как вам? Напишите в комментариях. Итак, вот так вот выглядит слот под сим-карты. Комбинированный металлический с пластиком. Две нано-сим-карты, либо одна нано-сим-карта и карта памяти формата microSD. Сидит плотно, ничего не люфтит. Даже если здесь аккумулятор всего на 4500, я считаю, нормально. Потому что смартфон не громоздкий, не толстый. В руке сидит неплохо. Пятидюймовая диагональ. В этом плане, по эргономике, я думаю, никаких проблем с данным устройством у вас быть не должно. Запускаем смартфон. И посмотрим, что нас здесь ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Вот именно поэтому, ребят, звук на этом смартфоне из внешнего динамика мне не понравился. Все свои смартфоны, которые у меня на тесте, на обзоре, я всегда сравниваю со своим основным Smartyzen U1, который тоже стоил 100 долларов, как и вот этот вот девайс, можно было купить. Но, как вы видите, и по глубине, и по басам, и вообще по качеству звука, мне кажется, данный девайс очень сильно уступает Smartyzen U1, которому уже полтора года. По поводу звука из наушников. Погрумче, чем основной динамик, но по качеству звука тоже все очень бюджетно. В принципе, звук здесь, что называется, по деньгам. Очень удивило то, что здесь нет штатного приложения галереи. Мне пришлось скачать вот такое вот. Есть приложение фото, но это не совсем то, что нужно, на мой взгляд. Кроме того, не забывайте, отключай синхронизацию, иначе все ваши фотографии будут синхронизироваться. Экран, в принципе, понравился. Действительно, OGS. Действительно, очень хороший черный. Очень хороший черный на выключенном экране. Но, так как матрица IPS, все-таки, ребята, при экстремальных углах обзора, я думаю, вряд ли кто-нибудь так пользуется, но, тем не менее, есть небольшое выцветание. В целом, экран хороший. Еще хотелось бы отметить, что вот решение с 5-дюймовой диагональю экрана и вот такой вот компактный корпус, как в него упаковали довольно емкую батарею, это нужно отдать должное компании Верни. В этом плане все отлично. Эргономика использования на высоте. Жаль только, что не было комплектного силиконового чехла, к которому мы вот так привыкли у смартфонов от бренда Укитель, например, или Гретель, который вот сейчас новый. Ну, практически сейчас все смартфоны комплектуются и Кубот силиконовыми чехлами. На этот нет. На Алиэкспресс до недавнего времени не было вообще силиконовых чехлов, вы представляете? И вот сейчас только в одном магазине появилось 7 долларов. Цена вопроса, силиконовый чехол, плюс стекло. Экран НИ-2-5D, следовательно, стекла будут ложиться здесь очень хорошо. Ссылка в описании под данным видео. После первого включения и первого запуска, ребят, прилетело 3 подряд обновления. 3 подряд обновления, которые пофиксили очень много. И вот мне очень понравилось. Как правило, многие производители, когда выпускают беспроводное обновление, там две строчки. То, что пофиксили ряд багов и добавили там быстродействие системы. Здесь же, посмотрите, очень подробно расписано, что улучшили, что изменили, что там доделали, что пофиксили. В общем, приложение «Телефон» не вылетает. Приложение «Дура спит» не вылетает. Никаких ошибок в принципе нет. В целом, все, что было критичного, исправили. Итак, текущая версия программного обеспечения на данный момент по состоянию на 15 июня 2017 года. Предустановленные предустановлены ПО. Есть ряд таких особенностей. Мне очень понравилось, как здесь реализована функция изменения смены обои. Вот так все это выглядит. Вот так вот локскрин. То есть здесь вот поработали. Хотя, на первый взгляд, чистый Android. Нет предустановленного лаунчера, как такового. Напоминает Google Start. Но, тем не менее, вот такие фишечки добавили. Мне это понравилось. Что еще? Обязательно, ребят, отключайте вот это вот все. Иначе у вас свайпами будут запускаться различные вещи. То есть, панель вылетать. То есть, вот так вот проводите просто по экрану и будет вылетать панель верхняя. Либо быстрый пояс будет включаться. Заходим. Настройки. И вот это все дело отключаем. Так будет проще, легче и приятней. Также рекомендую клавиатуру, которая здесь установлена TouchPal по умолчанию, отключить. Отключить в спецвозможностях вот эту вот часть тоже. Потому что, мне кажется, с этой клавиатурой общая автономность работы девайса снижается. Еще одним плюсом данного ПО я бы отметил, что здесь хорошая локализация. Как видите, здесь все переведено. очень несложно разобраться, как снимать скриншоты, разблокировка для пробуждения двойным тапом по экрану. Советую не пользоваться этой функцией, если вы не знаете, как она работает. Иначе это приведет к тому, что у вас смартфон будет включаться в кармане ваших брюк, шорт или в чем вы его там носите, ребят. То же самое строка состояния. Видите, можно какие-то элементы добавлять, убирать. все прекрасно локализовано, переведено. В этом плане все нормально. Общие тона цветопередачи дисплея, мне он показался тусклым. Я думаю, опять же, в угоду энергоэффективности, продление времени автономной работы данного устройства, несмотря на емкую батарею, здесь решили уменьшить программно, снизили яркость, максимальную яркость экрана. Вот у меня такое мнение, потому что иначе как объяснить то, что экран все-таки на мой взгляд тускловатый. Утилита Miravision присутствует и здесь вы можете настроить яркость, контрастность, немножечко убрать желтизну, в общем, как вам нравится. В смартфоне 3 гигабайта оперативной памяти, около 2 гигабайт всегда свободно, в этом плане тоже для бюджетника вполне себе годная вещь. Если говорить о встроенных вирусах, то здесь программа доктор веб после установки всех обновлений, вот 3 обновления подряд я установил и, как видите, вот такие вот результаты, угроз не обнаружены. По сенсорам ситуация стандартная, лайт-сенсор, промиксити-сенсор и акселерометр. Все. 10 сантиметров во время телефонных разговоров о гашении экрана происходит корректно, в этом плане проблем не было. Процессор старый, MT6753, нам хорошо знакомы, вот такие вот данные в бенчмарке 37000, 38000, то есть вот в этих пределах, естественно, данный чипсет подвержен нагреву, если вы на 4G, если вы смотрите видео в высоком разрешении, играете в игры, онлайн игры, то, естественно, смартфон будет нагреваться. Мультитач 5 точек касания поддерживает, вот такие вот данные Antutu бенчмарк о системе MT6753, Mali-T720, HD разрешение экрана, данные 16 гигабайт встроенной памяти и 3 гигабайта, как я уже сказал, оперативной памяти, максимальная частота процессора 1300 мегагерц. Скорость записи и чтения в принципе прогнозируемая, здесь также без удивительных открытий. По поводу поддерживаемых радиомодулем смартфона частот WCDMA, то есть 3G850 и 900 частота поддерживаются, это хорошо. По поводу поддержки частот 4G-LTE, BN1, 3G7, 20, то есть все самые распространенные частоты данный смартфон поддерживает по 4G, все было нормально, пользовался неделю, нареканий собственно говоря нет. Данные из программы Epic Citadel на мой взгляд наиболее точно показывают, как смартфон будет показывать себя в тяжелых требовательных ресурсоемких играх типа танки и всего такого на ультра высоких настройках качества 45,8 FPS на высоких 54,8 то есть любые игры даже самый требовательный смартфон потянет, но настройки качества нужно сбрасывать на средние. Немножечко удивили меня показатели в GPS тесте. Во-первых смартфон как видите поддерживает работу из GPS и с GLONASS то есть данный чипсет он это дело поддерживает с этим проблем нет проблемы в том что был очень долгий первый запуск я не ожидал но в целом по GPS особых нареканий нет так же как и с Wi-Fi уровень сигнала приемлемый к сожалению ребят ни у меня ни у моих соседей нет точки доступа Wi-Fi с двухполосной то есть поддержкой и 5 Гигагерц но тем не менее программа AIDA64 указывает на то что данный смартфон поддерживает работу вот на этой частоте Wi-Fi то есть это плюс для тех кто пользуется таким я не пользуюсь если вы точно знаете если вы пользуетесь обязательно напишите в комментариях не ошиблась ли эта программа Ben 3 1800 частота Altel Казахстан вот такие вот результаты как я уже сказал с работой в сетях 4G на вот этой конкретной частоте никаких проблем не было также ребят смартфон поддерживает работу с OTG с OTG давайте что-нибудь запустим посмотрим как это дело выглядит смартфоне также имеется двухцветный индикатор событий зеленый красный он сигнализирует о пропущенных вызовах о низком разряде заряда аккумулятора смс сообщений и так далее в принципе работает корректно и не очень яркий поговорим об автономности все-таки смартфон заявлен производительность производителем как смартфон так сказать долгоиграющий аккумуляторная батарея на 5000 мАч вот такими тестерами замерить вот это зарядное комплектное устройство невозможно поэтому я просто замерял за сколько времени вот эти показатели 2 часа 13 минут смартфон зарядится полностью за 2 часа 15 минут до 100% заряжается данное устройство далее я взял простое надежное проверенное хорошее 1 амперное зарядное устройство подключил к этому смартфону и за 5 часов 30 минут залилось 4488 мАч вот такие вот показатели я смотрел несколько обзоров посмотрел текстовые обзоры когда замеряли емкость аккумулятора напрямую то есть разбирали смартфон и вот примерно такие же 4500 в общем вот такая по моему честная емкость данного аккумулятора теперь стресс-тест и время автономной работы итак онлайн видео youtube максимальная яркость экрана вот так вот все это было выставлено 8 часов 16 минут работы экрана непрерывная вот такой вот график разрядов видите youtube экран хотя вот странные вот эти показатели на мой взгляд но тем не менее 8 часов 16 минут на мой взгляд это очень хороший очень достойный показатель в режиме обычного эксплуатации я почти неделю им пользовался на полтора дня в моем режиме использования мне хватает это при том что вот этот вот свой основной смартфон смартизон ребят батарея на 3000 но она уже по моему немножко подсела у меня мне приходится заряжать иногда по 2 раза в день вот этот мне хватало вот этого смартфона его батареи на полтора дня и я считаю это хороший результат как я уже говорил в начале данного обзора ребят у каждого китайского смартфона помимо привлекательной цены для того чтобы завивать свое место на рынке все таки конкуренция очень высока должны быть какие то фишки вот в данном смартфоне я считаю главная фишка E-Ink режим вот такой вот режим когда смартфон фактически просто монохромный режим иногда на многих вообще смартфонах поковыряйтесь в разделе для разработчиков если вы не знаете как он включается то и не надо включать а если вы знаете посмотрите монохромный режим вот монохромный режим плюс автономный режим когда включается вот эта вот кнопочка E-Ink так называемый режим отключается вот Wi-Fi сразу отключился то есть но его можно подключить сейчас и он будет работать но факт в том что здесь отрубаются фоновые процессы Wi-Fi и так далее то есть смартфон работает как звонилка естественно время автономной работы здесь значительно повышается можно смотреть YouTube можно смотреть читать новости хотя здесь есть так как это седьмой Android вот смотрите здесь шторка что-то в монохромном режиме тормозит то есть вам видите не дают даже это включить то есть все что нужно вот в шторке быстрого доступа но опять же это все можно настроить и вот такие вот данные вот так вот все это дело выглядит я считаю что это симпатичная фишка видите здесь сразу указывают заряд процентов и она возможно может продлить на некоторое время жизнь вашему аппарату когда у вас очень мало осталось заряда отключается она так же нажатием на вот эту вот кнопку она видите такая ребристая то есть не ошибетесь переключение вот такое вот происходит хорошая фишка правильная фишка от компании верни к сожалению остальных фишек здесь не так уж и много программа девайс инфо вот такие вот данные выдает по сенсорам камеры основная от samsung и superpix на 2 мегапикселя фронтальная камера здесь основная 8 мегапикселей с антрополяцией фронтальная так себе для видеозвонков пойдет в категории до 120 долларов нужно было чуть-чуть получше сделать камеру тогда было бы ну вот просто конфетка на экране смартфона ребят снимки выглядят вполне себе неплохо но к сожалению при масштабировании видно что шумодав просто бешеный в темное время фотографировать вообще не рекомендуется потому что получаются не очень хорошие фотографии вот видите да вот какая пикселизация страшнейшая но тем не менее для социальных сетей для съемки текста документов и всего такого вот вполне сгодится он записывает видео в формате 3GP Full HD разрешение как видите вот макро с макро здесь все очень хорошо сами делайте выводы согласны вы со мной или нет пишите в комментариях субтитры Субтитры подогнал «Симон» 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 Все, больше никаких вот Каких-то особых причин Почему стоит обратить внимание На данное устройство Я, к сожалению, не увидел Вот такие вот мои выводы Подписывайтесь на новые видео Вступайте в нашу группу Вся актуальная информация по ценам И всему такому Там вся техническая информация В описании под данным видео Там же, где я покупал И вот эти всякие кэшбэки И все такое вот Спасибо за просмотр, ребят Надеюсь, видео было полезным Удачи, увидимся Пока